Я буду учить о том, что вызывает большие споры, потому что зачастую на эту тему говорят приверженцы оккультизма. Тем не менее, Господь показал мне, что это неиспользуемый ресурс в жизни людей. Это оружие, которое я выявил. Это часть оснащения, которую я обнаружил, и которой Бог оснастил каждого человека. Но также я обнаружил, что большинство людей используют это в негативном аспекте. Рожденные свыше христиане, приняв спасение, не используют эту часть оснащения, и понятия не имеют, как использовать ее с тем, чтобы ходить в завершенных делах Иисуса Христа и ходить на уровне пользы, которой прежде они никогда не знали. Я еще раз обращусь к этому месту Писания. Первая книга Паралипоменон, 4 глава, 9 стих. Вспомним о размышлении над Словом Божьим, а потом займемся этой темой, потому что я верю, это знание изменит вашу жизнь. Давайте снова обратимся к 4 главе первой книги Паралипоменон. Я говорю о размышлении как о ключе к успеху, и сегодня утром я хочу сосредоточиться на силе воображения. Речь пойдет о силе воображения. Откройте первую книгу Паралипоменон, и открыв ее, присоединитесь ко мне на 9 стихе. Первая книга Паралипоменон, 4, 9. «Иавис был знаменитее всех своих братьев». Мать дала ему имя Иавис, сказал, «Я родила его с болезнью». В расширенном переводе сказано, что это имя означает «приносящий печаль» или «беда». Очевидно, при рождении Иависа возникли проблемы. В результате этих проблем мать назвала его Иавис. «Я вам говорил, что вы благословляете, когда говорите позитивно, и вы проклинаете, когда говорите негативно». «И благословил их Бог и сказал». Иисус проклял дерево, сказав о нем негативно. «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Представьте, что всю вашу жизнь вас называют «приносящим печаль» или «беда». Это имя было проклятием. Обратите внимание на то, что произошло в 10 стихе с этим знаменитым человеком, Иависом. «И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня, твоим благословением». «Распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спасал ему, чего он просил. Некоторые люди говорят, «Это надменно — просить, чтобы Бог благословил тебя». Но послушайте меня. Если вы не благословенны, то и не можете быть благословением. Я попросил вас молиться молитвой Иависа каждый день. Я призвал вас молиться. Знаете, я не буду называть эту молитву молитвой Иависа. Я буду говорить. Я попросил вас молиться так, как учил Иисус. Хорошо? Вот как надо молиться каждый день. Господь, благослови, благослови, благослови меня. Господь, распространи пределы мои. Господь, да будет рука твоя со мною. Сохрани меня от зла сегодняшнего дня, чтобы оно не принесло мне вреда, и чтобы я не горевал. Кто из вас это делал? Вы провозглашаете это каждый день. И выходите в этом каждый день. Я благодарю Бога за то, что вы благословенны. Я благодарю Бога за то, что пределы ваши распространяются. Раньше у вас не было земель и еще чего-то. И вот приходит вам в руки. Ваше влияние будет расширяться. Аминь. Я благодарю Бога за то, что Его могущественная рука с вами. Вам не надо, чтобы Его рука была отнята от вас. В этом случае с вами начнет происходить такое, чего не было бы. Будь Его рука с вами. Его рука с вами. Слава Богу. Господь хранит вас от зла сегодняшнего дня. Я не знаю, что это за зло, но Бог вас сохранит от этого зла сегодняшнего дня. И, наконец, вы не получите вреда и не будете горевать. Кто-то скажет, «Я не верю в то, что можно молиться, чтобы были добрые дни». Помните, что сказано в 10 стихе 3 главы 1 послания Петра. В 10, 11 и 19 стихах сказано, что вы можете любить жизнь и видеть добрые дни, если не будете позволять своим устам говорить зло. Ваши уста определяют, будете ли вы любить жизнь и видеть добрые дни. Когда сила Божья действует в вашей жизни, вы любите жизнь и видите добрые дни. На прошлой неделе мы также говорили о том, что Бог не действует на земле до тех пор, пока его люди завета не помолятся. Ничего из того, что является частью завершенных дел Иисуса, не проявится, если вы не будете молиться. Вы люди завета. Вы заключили завет с Богом. И пока вы не помолитесь, вы не увидите ответов, вы не увидите проявлений, потому что вы должны дать Богу согласие. Вы должны дать Богу согласие на то, чтобы просимое вами исполнилось. Вы молитесь о том, что хотите, чтобы произошло на земле. Вы молитесь об этом, и тогда оно начинает происходить. Мы также говорили... Послушайте, размышления над Словом Божьим, рассматривая размышления над Словом, мы видели пользу и преуспевание. Размышления над Словом мы определили как обдумывание Слова. Прокручивание этого Слова снова и снова в своих мыслях, осмысливание этого Слова и проигрывание этого Слова. Вы проводите время в этом Слове. Мой Бог восполнит все мои нужды. Мои нужды. Все мои нужды. Есть восполнение для всех моих нужд. Бог восполнит их. Он мой Бог. Мой Бог восполнит. Мой Бог восполнит все мои нужды. Это означает запросы. Если я буду делать их, Бог исполнит все мои запросы. Для меня есть обеспечение. Вам понятно, о чем я говорю? Вы проводите так 10-15 минут. Кто из вас размышляет над Словом Божьим? Если первое, что вы будете делать утром, это размышлять над Словом Божьим, чтобы питать свою душу, вы неизбежно начнете молиться. То есть, вам не надо беспокоиться о том, как помолиться 2-3 часа. Если вы станете размышлять над Словом Божьим, вы обязательно перейдете к молитве и хвале. На прошлой неделе у меня была молитва. Хвала, пение, потом я стал плакать, потом молитва и хвала. И все это над одним местом Писания. Я говорил с Богом. Он говорил со мной в ходе размышления над Словом. Когда я начал размышлять, я был в несколько сонном состоянии. Но когда я стал снова и снова прокручивать 2-3 слова из Писания, что-то во мне, образно говоря, взорвалось. И я сказал, «О Господь, Ты сделаешь это!» И я снова говорил с Ним. Он говорил со мной. И вот я молюсь. Я сказал, «Хвала Господу! Я воздаю хвалу, но я же этого не заслуживаю». Бог говорит, «Знаю, потому и сделал это все для Тебя». О, хвала Господу! Если вы будете проводить время в размышлении над Словом, тогда вы начнете получать пользу от чтения Слова Божьего. Таким образом, если вы знаете, как беспокоиться, вы знаете, как размышлять над Словом Божьим. Если вы знаете, как беспокоиться, беспокойство заставит вас исследовать все аспекты вашей ситуации. И я говорю вам, есть польза и есть преуспевание, когда вы размышляете над Словом Божьим. Всем это понятно. Мы рассмотрели несколько мест в Писании. Книга Иеремии, 17, 5, о том, кому вы доверяете. Если вы доверяете Господу, тогда не делайте плоть своей опорою. Если доверяете Господу, не делайте плоть своей опорою. Если же доверитесь плоти, то не увидите доброе, когда оно придет. Но если будете доверять Богу, то будете как дерево, посаженное при водах. И во всем, что вы будете делать, во всем, что вы будете делать, кто из вас хочет, чтобы такое происходило в вашей жизни? Во всем, что будете делать, благодать Божья благословит вас даже тогда, когда вы сделаете ошибку. Вы следите за ходом моей мысли? Дамы и господа, мы постимся, мы размышляем над Словом Божьим, мы молимся этой молитвой благословения, и Бог распространяет наши пределы. Почему? Потому что, я скажу вам, что я увидел, этот год будет наилучшим из всех. Он не будет только лучшим для меня и Таффи. Будут потрясающие, аллилуйя, безусловное доказательство Божьей благодати среди собрания. Божья благодать будет как покров над всеми нами, хвала Господу. Но наша часть — это готовность сотрудничать с Богом. Давайте обратимся к нашему первому месту Писания. Откройте первый псалом. На этой неделе вы размышляли над первым, вторым и третьим стихами. Хвала Господу! Аллилуйя! Это будет как взрыв внутри вас в это утро. Первый псалом, мы прочитаем стихи с первого по третий. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его что? Размышляет он день и ночь. Он обдумывает его. Он проводит время в слове «день и ночь». А что происходит с человеком, который размышляет над словом «день и ночь»? Третий стих. «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод». Если вы будете размышлять над словом «божьим» день и ночь, вы будете как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Вы будете приносить плод и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, что? Успеет. Кто это такой, кто во всем, что не делает, преуспеет? О ком речь? Он говорит о человеке, который что? Размышляет. А размышляет над чем? Над словом «божьим». Вы можете размышлять над чем-то другим и беспокоиться, но именно тот, кто размышляет над словом, будет как дерево. Правильно? Человек, размышляющий над словом, будет как это дерево. Так? И что насчет этого дерева, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет? Скажите, «Я это дерево. Во всем, что я делаю, преуспею, потому что я решил размышлять над словом Божьим». Снова обратимся к 14 главе книги Иова. Я покажу вам силу пребывания в слове. Очень сильно, когда вы принимаете решение просто приходить в церковь. Чем больше вы приходите в церковь, тем больше слышите проповедуемое слово, тем больше пребываете в нем, а чем больше вы пребываете в нем, тем больше начинает происходить в вашей жизни. Чем больше вы размышляете над словом «дома», тем больше происходит. Вы пребываете в слове «дома», и что-то происходит. Что-то происходит в результате вашего общения со словом. Почему? Почему? Потому что Библия говорит о Слове Божьем, как о воде Божьей. Вода Божья или Слово Божье. В 14 главе книги Иова. Так я сказал. 14 глава книги Иова. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено. Что за надежда есть у дерева, если оно срублено? Дерево срублено, отделено от своих корней. Какая же у него надежда? Кажется, что наоборот, оно отделено от своей надежды. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет. Но как? И отрасли от него выходить не перестанут. Но как это может быть, если дерево срублено? Восьмой стих. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли? Девятый стих. Но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски, и пускает ветви, как бы вновь посаженные. Дальше, десятый стих. Обратите внимание, дамы и господа. Это вода. Дерево почуяло воду. Я рассказывал вам историю про дерево, которое упало с одной стороны пруда на другую. И упало оно не в воду. До воды не хватало нескольких сантиметров. И оно так и осталось лежать. Но вот я заметил, что оно стало пускать свежие ветви. Я подумал, как это может быть? Вот лежит дерево. Оно отделено от корней. Но благодаря близости к воде, оно пустило свежие ветви. Некоторые из вас чувствуют себя так, будто вас срубили, отсекли. Но я призываю вас быть близко к воде. И тогда свежие ветви начнут расти в вашей жизни. Возможно, вы чувствуете, что отсечены от семьи. Возможно, вы чувствуете, что отсечены от благосостояния, от успеха. Но я вам говорю, от чего бы вы ни были отсечены, есть надежда. В чем надежда? В воде Слова Божьего. Пребывайте в Слове Божьем. Пусть оно пребывает в вас. И тогда в вашей жизни будет новый рост. Аминь. Как это происходит? От размышления над Словом. Чем больше вы размышляете над Словом, тем ближе вы к воде. Понятно? Теперь из книги Исаии. Нет. В начале из 24 главы Бытия. Мы продолжаем повторять. Книга Бытие, 24 глава, прочтем 63 стих. Повторим это слово Господа для этой церкви. Это слово Господа для тех, кто здесь. Хвала Господу. Господь сделает так, что то, чего вы хотите, появится в вашей жизни. Аминь. А, вы не услышали, что я сказал? Бог даст вам не только то, в чем вы нуждаетесь, но и то, чего вы хотите. Он даст вам то, что вы хотите, чтобы вы могли ходить и хвалиться Его благостью. Аллилуйя. Авраам послал своего слугу за женой для Исаака. Послушайте, что происходит в 63 стихе. При наступлении вечера Исаак вышел в поле. Что сделать? Поразмыслить. И возвел очи свои и увидел. Вот идут верблюды. Продолжив читать, вы узнаете. Что-то, чего он хотел. Ревекка ехала на одном из верблюдов. Хвала Господу. И вот слово от Господа пришло ко мне. Он сказал, если ты будешь размышлять над Моим Словом, то однажды возведешь очи свои и увидишь, вот идут верблюды. Хвала Господу. Ваши колесницы уже прибыли. Но скоро вы увидите, что идут верблюды. И то, чего вы хотите, будет на одном из верблюдов. Повернитесь к соседу и скажите, верблюды идут. Но что для этого нужно? Вы должны размышлять над Словом. Вы должны проводить время в Слове Божьем и размышлять над ним. И тогда увидите, что идут верблюды. Откройте книгу Иисуса Навина 1.8. Книга Иисуса Навина 1.8. Я повторяю эти места о размышлении. Потому что тем самым непосредственно привожу вас к пониманию о таком оснащении, как воображение. Размышление над Словом Божьим никогда не будет напрасно потраченным временем. Размышление над Словом Божьим всегда пойдет вам на пользу. Размышляя над Словом Божьим, вы всегда получите пользу и преуспевание. Первый стих. «Да не отходится я книга закона от уст твоих». Но что? «Поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Если будешь размышлять над Словом Божьим, тогда ты будешь что? «Успешен в путях твоих». И будешь что? «Поступать благоразумно». Таким образом, успех и благоразумие — это результат чего? Размышления. Размышления над Словом Божьим. Не знаю, как это можно отрицать. Как мы можем продолжать жить, жалуясь, что все происходит в жизни не так, как мы хотим. Когда Бог ясно нам показал соответствующие действия. Он показал, как нам сотрудничать, взаимодействовать с Ним. Мы должны размышлять над Словом, проводить время у воды Слова Божьего. Бог говорит, «Я хочу взрастить что-то в твоей жизни. Я хочу, чтобы благословения проявились в твоей жизни. Но необходимо, чтобы ты размышлял над Моим Словом». И, наконец, давайте обратимся к первому посланию Тимофею 4, 15. Потому что это план Божий для вас. Первое послание Тимофею, 4 глава, 15 стих. Бог хочет, чтобы вы размышляли над Его Словом. Раз Он говорит «размышлять над Его Словом», значит, будь это 5, 10, 30 минут, начните с чего-нибудь. Потому что у вас будет приобретение пользы и преуспевания, когда вы будете размышлять над Словом. Первое послание Тимофею, 4 глава, 15 стих. «О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для...» Скольких? Для всех. Бог хочет, чтобы ваш успех был очевиден для всех. А как достичь этого? Необходимо размышлять над Словом. Когда вы размышляете над Словом Божьим, это производит преуспевание, пользу и успех. И Бог говорит «Я хочу, чтобы твой успех был очевиден для всех». Почему Бог хочет, чтобы ваш успех и ваши достижения видели другие? Потому что есть люди, которые не верят в то, что Бог может влиять на их повседневную жизнь. Когда же они увидят такое влияние в вашей жизни, они захотят узнать Бога, повлиявшего на вашу жизнь. Нет воли Божьей на то, чтобы мы были церковными людьми, у которых никогда нет результата. Чтобы нам нечего было засвидетельствовать о том великом Боге, которым мы хвалимся. Бог говорит «Я хочу, чтобы мою славу увидели те, кто ничего не знает о ней». Понимаете, когда Бог благословит вас новой машиной, говоря об этой материальной сфере, вам не следует быть материалистичными. Но факт в том, что вы живете в материальной сфере, и вам надо увидеть благость Божью прямо сейчас, в том, в чем вы живете. И Бог хочет явить свою благость. Хвала Господу! Когда вы получите машину, и у вас спросят, «Как вы получили ее?» Ответьте. Мы воздаем за нее славу Богу, и тогда польза будет всем. Другие люди скажут, «Если Он это сделал для тебя, то, может быть, сделает и для меня. Ты можешь познакомить меня с Иисусом». Когда они увидят ваш успех, откроются самые разные двери возможностей. Хвала Господу! Но нам надо размышлять над Словом Божьим и отбросить все эти странные поступки, которые делают люди, чтобы побудить Бога действовать. Бог уже все сделал. Мы верим в то, что можем получить плоды завершенных дел Иисуса Христа. Мы благодарим Его. Он более милостив, чем мы верны. Поэтому никогда не будет никакой нашей заслуги в том, что Он уже сделал для нас, и мы принимаем благословение. Тем не менее, Бог дал нам возможности сотрудничать с Ним. в том, что Он уже сделал. Мы можем размышлять над Словом Божьим. Слава Богу за Его Слово и за силу, которая содержится в этом Слове. В Слове есть жизнь. Аминь. Если мы будем размышлять над Словом Божьим, у нас будет польза и преуспевание. Это чудесно. Это чудесное обетование. Но сейчас я поговорю о том, на чем вам следует сосредоточиться. Внимательно послушайте. И пусть эта истина глубоко запечатлится в вас. Давайте начнем с 5 стиха, 10 главы 2 послания к Коринфянам. 2 послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. В Ветхом Завете есть только 5 мест Писания, где упоминается слово «воображение». И три раза оно упоминается в Новом Завете. Мы рассмотрим все восемь. И в них содержится нечто общее, благодаря чему мы сможем понять, как использовать эту часть экипировки, если говорить о воображении. То есть оно есть у всех нас, как часть экипировки. И я хочу обучить вас, как христиан, каким образом использовать эту часть экипировки. Это нанесет ущерб дьяволу. До того, как мы спаслись, мы пользовались воображением, так что это приносило пользу тьме. А я покажу вам, как приносить его так, чтобы приносить пользу Царству Божьему и приносить пользу вашей жизни. В 5 стихе 10 главы 2-го послания Коринфянам говорится, «И не спровергаем воображение, восстающее против познания Божья, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Я хочу, чтобы вы увидели здесь ключевые моменты — воображение, помышление и знание Божье. Здесь воображение использовано в негативном аспекте. Здесь говорится о неспровержении воображений, поскольку они восстают против познания Божья. Мы не спровергаем воображение и пленяем всякое помышление, непослушное Христу. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Послушайте следующее. Я сделал заметки. Размышляя об этом, я сказал, «Надо рассмотреть это с практической точки зрения». Я запишу и прочту собранию, потому что хочу, чтобы они, размышляя о воображении, прошли через тот же мыслительный процесс, что и я. Прежде всего, давайте дадим определение воображению. Я всегда рассматривал воображение как внутреннее желание, но с практической точки зрения, воображение — это способность видеть вещи. Способность видеть вещи. Есть только два способа, которыми человек может видеть вещи. Кто-то скажет, «Как два способа?» Нет. Но есть два способа, которыми человек может видеть вещи. Первый способ очевиден. Мы можем видеть вещи посредством нашего физического зрения. Правильно? Но это не единственный способ, которым человек может видеть вещи. Второй способ, как вы можете видеть вещи, — это через воображение. Итак, у вас есть глаза, через которые вы можете видеть. Но вы также можете видеть и через воображение. У каждого человека, спасенного или не спасенного, есть два способа видеть вещи. Послушайте, что здесь написано о людях. Без воображения человек был бы весьма ограниченным, буквально роботом. Ведь весь человеческий прогресс родился от воображения, то есть от способностей видеть вещи иначе, чем они были. Изобретения, прогресс, произошли по причине, чьей это способности видеть вещи иначе, чем они были. Единственное, как человек может видеть прошлое или будущее без посторонней помощи, — это через воображение. Память использует воображение. Мышление, будь это планирование или выводы, происходит при участии воображения. Страх и вера действуют в сфере воображения. Выдающиеся спортсмены используют свое воображение во время тренировок, живо представляя успешное действие. Это делает тренировки более успешными, чем просто физическое действие. Здесь присутствует человек, внесенный в зал славы футбольных команд колледжей. И здесь у нас пятикратный чемпион. Вы оба использовали воображение во время тренировок, видя себя делающими действия еще до того, как вы сделали его. Вы использовали воображение для преодоления препятствий, или просто сидели перед игрой и представляли, как вы проходите через весь процесс. Вы видели события даже до того, как оно произошло. Живое представление успешного действия, по-видимому, более эффективно в тренировке, чем совершение физического действия. Вы представляете, видите, как вы делаете. Когда мы живопереживаем события в нашем воображении, когда мы что-то живопереживаем в своем воображении, оно запечатлевается как опыт, хотя мы не переживали события физически. Дети от природы имеют активное воображение. Но по мере того, как мы взрослеем и получаем образование, мы используем свое воображение все меньше и меньше. Хотя, будучи детьми, мы использовали его. У детей нередко бывает, как мы его называем, воображаемый друг. Но друг этот не такой воображаемый, как мы думаем. Потому что Бог дал каждому ангела-хранителя. Не видя глазами, дети видят посредством своего воображения. Потому что у вас, человека, есть два способа видеть вещи, через глаза и через воображение. Так что каждый использовал свое воображение Так что каждый использовал свое воображение в негативном аспекте. Беспокоясь. Кто из вас когда-либо беспокоился в своей жизни? А из тех, кто не поднял руку, мы скоро будем изгонять бесов лжи. Каждый когда-то беспокоился. И всякий, кто беспокоился, знает, что после какого-то времени, проведенного в беспокойство, вы начинаете видеть вещи, которые даже еще не произошли. Вы можете видеть через свое воображение. Так что нам необходимо использовать тот же процесс позитивным образом, основываясь на Слове Божьем. У некоторых людей, которые много беспокоятся, такой живой образ того, о чем они беспокоятся, что они видят, как это сбывается. Потом они говорят, «Я видел, как это происходит. Я знал, что это произойдет. Есть что-то в видении через воображение. Это гарантирует вам, что вы увидите это своими глазами». Давайте откроем слово и рассмотрим эти пять мест Писания. Начнем с книги Бытие 6.5. И увидим, сможете ли вы определить то общее, что объединяет все эти восемь мест Писания. Начнем с Ветхого Завета. Книга Бытие 6.5. Здесь говорится о воображении, но также о сердце и мыслях. Я сделаю систематический разбор, чтобы вы увидели, как работает эта часть оснащения, с чем она сотрудничает в человеческой системе, чтобы вы знали, как эффективно использовать ее. Пятый стих 6 главы книги Бытие. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все воображения мыслей сердца их были зло во всякое время». Обратите внимание на слова «все воображения мыслей сердца». Если выстроить слова в обратном порядке, то получим прогрессию. Сердце мыслей воображения. «Все, что исходит из вас, исходит из вашего сердца». То, что в вашем сердце формирует ваше мышление, ваши мысли. И вы знаете, что комбинация мыслей формирует картину. Бог сказал, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все воображения мыслей и сердца их были зло во всякое время». А где же Бог видел это? Бог видел это в той же самой сфере, в которой и воображение видит это. Вы следите за ходом моей мысли? Хорошо. Обратимся ко второму месту Писания. Это книга Второзакония 29,19. Я дам вам такую информацию, что после сегодняшнего дня ваша жизнь не будет прежней. Вы будете сидеть и размышлять. Кто-то спросит, «Ты спишь?» Нет, я работаю над чем-то. Аллилуйя. Второзаконие 29,19. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, благословил бы себя в сердце своем. Он благословил себя в своем сердце. Мне надо, чтобы вы поняли то же, что понял я. Раньше, читая слово «сердце», я почему-то думал об органе. Но помните, мы говорим о духе. Значит, сердце расположено в духовной сфере. «Благословил бы себя в сердце своем, говоря, «Я буду иметь мир, несмотря на то, что буду ходить в воображении сердца моего», чтобы добавлять пьянство к жажде». Снова посмотрите на эту комбинацию. Ваши мысли, ваш разум, ваше воображение. Но вот, что добавляется. Слова. Потому что слова произведут образ вашего мышления. Ваши слова. Если вы размышляете над Словом Божьим, и это слово наполняет ваше сердце, это будет управлять тем, что вы видите. Что вы видите? Чаще всего вы видите то, с чем вы общались. Чаще всего вы думаете о том, влиянию чего подвергались. Если вы общаетесь с кем-то плохим, то видеть будете плохое, и у вас будет способность отображать картину плохого. Вы слушаете, что я вам говорю? Посмотрим книгу Иеремии 3, 17. Книга Иеремии, 3 глава, 17 стих. Из сердца. Библия говорит, что из сердца — источники жизни. Из человеческого сердца, из человеческого духа, из этой сферы — источники жизни. Книга Иеремии, 3 глава, 17 стих. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по воображению злого сердца своего. Поступать по воображению злого сердца своего. Это привлекло мое внимание. Поступать по воображению. Первое, что я здесь увидел — проект. Когда вы что-то строите, должен быть проект. Если у вас нет проекта, вы строить не можете. Хождение по воображению своего злого сердца — это то же, что и строительство по проекту. Всем понятно, что я говорю? Таким образом, воображение может быть проектом, который я могу использовать, для того, чтобы добавлять к нему материал. Всякий проект — это образ, которому необходим физический материал для того, чтобы родиться, брат Крис, в этот мир. А без проекта у вас может быть весь материал, но нет организации этого материала. Аллилуйя! Перейдем к следующему. Притчи 6, 18. Притчи 6, 18. Помните, все исходит из сердца. Книга Притч, 6 глава, 18 стих. Здесь сказано, «Сердце, кующее злые воображения, ноги, быстро бегущие к злодейству, сердце, кующее злые воображения». В расширенном переводе сказано, книга Притч, 6 глава, 18 стих, что ваше сердце вырабатывает мысли. Итак, расширенный перевод. «Сердце, которое вырабатывает злые мысли и планы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Если я хочу получить пользу от оснащения под названием воображение, я должен убедиться в том, что у меня такое сердце, которое произведет то, что я хочу. Размышление над Словом Божьим даст вам уверенность в том, что в вашем сердце есть все необходимое, чтобы произвести правильную картину. Размышление над Словом Божьим даст вам уверенность в том, что в вашем сердце все правильно для производства правильных планов и правильных проектов. И еще одно местописание из Ветхого Завета. Плач Иеремии, 3 глава. Книга Плач Иеремии, 3 глава, 60 стих. Вы видите общее, объединяющее эти места Писания Ветхого Завета, потому что разговор об этом продолжается и в Новом Завете. «Если мы, христиане, научимся использовать эту часть оснащения, это изменит всю нашу жизнь. Мы не будем сидеть и недоумевать, как и что делать». 60 стих. «Ты видишь всю мстительность их, все воображения их против меня». Иначе говоря, если вы увидите образ внутри них, вы узнаете их. Если вы увидите их воображение, то увидите и проблемы, в которых можете оказаться. На основании 60 стиха я прихожу к выводу о том, что концепции жизни рождаются из сердца человека. Концепции. Проекты заключают в себе концепции. Концепции рождаются из вашего сердца. На самом деле, пару раз в Ветхом Завете говорится о заговорах и умыслах сердца. Они рождаются из вашего сердца. И позвольте мне использовать это слово взаимозаменяемо. Из вашего духа. Из вашего сердца. Из вашего духа. Когда вы размышляете над Словом Божьим, которое является духовным, оно усваивается в вашем духе. Вы размышляете над Словом, которое духовно, и оно усваивается в вашем духе. Теперь перейдем к Новому Завету. Евангелие от Луки, 1 глава, 15 стих. Евангелие от Луки, 1, 15. Слава Богу! Скоро что-то изменится, дамы и господа. После того, как вы узнаете, как пользоваться этой частью оснащения, дьявол больше не будет иметь власти над вашей жизнью. Аминь. И у вас это оснащение есть. 15 стих. Нет, нет, нет. Евангелие от Луки, 1 глава, 51 стих. Я назвал неправильный стих. В 15-м ни о каком воображении речи не идет. 51 стих. Да, это он. Явил силу мышцы своей. Рассеял надменных воображениями сердца их. Он рассеял их на основании того, что было в их сердце. к римлянам, 1, 21. Рассеял их на основании планов их сердца. Иначе говоря, их результат произошел от воображения их сердца. Их результат произошел от воображения их сердца к римлянам, 1, 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в...» Где они осуетились? В воображениях. И что произошло? И омрачилось несмысленное их сердце. Осуетились в воображениях своих, что объясняет их внешнее поведение. Послушайте внимательно. Давайте возьмем все эти места Писания. Плюс место Писания из 10 главы 2-го послания к Коринфянам, где говорится о неспровержении воображений, не согласующихся со Словом Божьим. Когда мы воображаем что-то... Слушайте каждое слово. Когда мы воображаем что-то, нечто происходит в нашем сердце. Когда я что-то воображаю, нечто происходит в моем сердце. Наш ум работает в единстве с нашим сердцем, в создании образов. Мой ум, то, о чем я думаю, работает вместе с моим сердцем, чтобы создать образ. Это вам понятно? Сердце и ум работают вместе, чтобы создать образ. Чтобы уму и сердцу работать вместе, должно быть взаимодействие. Смотрите, наш ум работает вместе с нашим сердцем, чтобы создавать образы. Ум и сердце должны работать в единстве. И соединяются они мостом под названием воображение. Ум и сердце работают в единстве. а соединяются они мостом под названием «воображение». Мысли по мосту воображения протекают в сердце, и затем из сердца происходит течение в ваше мышление. И вот уже совместная работа ума и сердца производит образ. Результат того, о чем вы мыслите и что откладываете в сердце. Образ. То, о чем вы мыслите и что откладываете в сердце. Подумайте о размышлении над Словом Божьим. Я размышляю над Словом Божьим, и что я делаю? Я размышляю о Слове Божьем, оно откладывается в моем сердце. Я размышляю о Слове Божьем, оно откладывается в моем сердце. Я размышляю о Слове Божьем, оно откладывается в моем сердце. И что дальше? Если я постоянно размышляю о Слове Божьем, и оно откладывается в моем сердце, это произведет образ. Кто-то спросил меня, «Сколько времени нам размышлять над Словом?» Я ответил, «Пока не увидите образ». Проблема в том, что мы не размышляли над Словом достаточно долго. Мы только начали процесс, но не смогли определить финишную линию. Мы думали, что делаем что-то великое, размышляя над Словом, но мы размышляли недостаточно долго. Это все равно, что заниматься на тренажере по минуте в день. Вы делаете правильную вещь, просто вы делаете ее недостаточно долго. Я буду сидеть на диете, не буду есть с той стороны тарелки. Нужно знать, где финишная линия. Проблема не в том, что люди делают что-то неправильное, а в том, что они делают правильное, недостаточно долго. Размышление над Словом, обдумывание его и откладывание его в моем сердце. Я размышляю над Словом и откладываю его в своем сердце. И вот, когда я вижу результат, тогда я могу сказать, что эффективно размышлял над этим местом Писания. После того, как я сказал все это, давайте я покажу вам, что происходит, когда вы получаете картину. Откройте 11 главу книги Бытия, с первого стиха. Что происходит, когда вы получаете картину? Аллилуйя! Что происходит, когда вы получаете картину? Затем я расскажу несколько свидетельств о том, что мы сделали. Бог дал мне их, чтобы утвердить вас. Чтобы вы могли рисовать образ. Дни вашего безденежья закончились. Если вы, закрыв глаза, видите себя в нищете, вам надо работать над этим. Не закрывайте глаза, все время держите их открытыми. Вы открыли 11 главу книги Бытия. Начнем с первого стиха. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей. И обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню, высотою до небес. И сделаем себе имя. Поймите, что они собираются построить. город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя. Прежде нежели рассеемся по лесу всей земли. Послушайте. И сошел Господь. Слушайте внимательно. Посмотреть город и башню. Обратите внимание. Которые строили сыны человеческие. Прошедшее время. Бог сошел, чтобы посмотреть, что они строили. Мы знаем, что башня не была выстроена физически. А иначе она была бы до небес. Но что же Бог сошел посмотреть? Они ее строили в сфере своего воображения. Их воображение соорудило башню высотою до небес. Они видели эту башню глазами своего воображения. Бог показывает нам, что ее строили. О! Да, смотрите, что происходит. Шестой стих. «И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать». А что они начали делать? Они начали физически строить то, что они уже построили в воображении. Господь, я скоро побегу. Потому что вижу, как вы приступаете к работе. Вы будете строить. И вот что начали они делать. И не отстанут они. О чем тут речь? Поскольку башня уже построена в воображении, поскольку есть проект, есть образ, все, что нужно Богу, это образ. Все, что нужно Богу, это образ. И ничто не будет удержано от них в том, что вообразили делать. Бог говорит, ничто, ничто, вам надо это услышать. Ничто не будет удержано от тех, кто построил в своем воображении. Вот что Он говорит. «Если вы сможете построить нечто в сфере воображения, тогда его проявление в физической сфере, в которой вы сможете увидеть это своими глазами, ничто не удержит, не остановит рождение того, что было зачато в невидимой сфере. Зачатие должно произойти в одной сфере до того, как его физическое рождение произойдет в другой. Вы пытались убедить Бога сделать так, чтобы что-то произошло в физической сфере, однако вы не построили этого в своем воображении. Поэтому я говорю вам в это утро, если вы начнете строить свое исцеление, строить свой бизнес, строить свое преуспевание, строить свой брак, когда вы закончите строительство и увидите это в своем воображении, ничто не остановит рождение того, что уже было построено. У меня есть для вас пророчество. Аллилуйя! Теперь, когда все сложилось в систему, я скажу вам конкретно. Я хотел сказать, как все вы даете рождение детям, но потом подумал, у некоторых из них слишком большой возраст для рождения детей, но на самом деле я увидел не детей, а то, что вы выстроите при помощи своего воображения. Это зачатие произошло через дразмышленность, над Словом Божьим, и у всей церкви будет назначенный день. Слава Богу! Я говорю, у всей церкви будет назначенный день. Но время у всех будет разное. У некоторых рождение произойдет намного раньше, чем у других. У других пройдет больше времени. Но есть назначенный день. Есть назначенное время. Слава Богу! Все, о чем вам надо позаботиться, чтобы образ внутри был завершен. Чтобы, закрыв глаза, вы могли сказать, «Вот он здесь. У меня это есть. У меня это есть». Послушайте, закрыв глаза, вы можете это видеть. Человек может видеть двумя способами. Через воображение и через зрение. Если не увидите через воображение, то и глазами не увидите. Я говорю, если не увидите через воображение, то и глазами не увидите. Многие христиане живут и умирают, и никогда не узнают учения, которые я преподаю вам сейчас. Есть часть оснащения, изменяющая мир, которую мы будем использовать, а не сдувать с нее пыль. Скоро мы покажем этому миру, что Бог уже построил завершенные дела Иисуса Христа. Ваше исцеление уже построено. Ваше освобождение уже построено. Вам просто надо взять то, что Бог сказал в Своем Слове, и встроить в себя. Он уже дал все, что когда-либо вам понадобится, и когда вы сможете видеть это с закрытыми глазами, когда вы сможете видеть образ через сферу воображения, тогда ничего не будет удержано от вас. Если вы видите это в Своем воображении, ничто не помешает вам увидеть это вашими физическими глазами. Я стал размышлять об этом и вспомнил. Господь, ведь и в моей жизни было такое. Когда мы приобретали ту часовню, ее в то время выставили на продажу. Послушайте, в тот момент ничто в физическом мире не указывало на то, что мы сможем приобрести эту собственность. Мы были слишком молодой церковью, слишком маленькой. У нас не было денег. Не было ничего. Итак, часовня была выставлена на продажу. У меня была фотография этого здания. Мы поместили эту фотографию на холодильник. Я стал молиться. Я смотрел на здание на фотографии и размышлял над местом Писания. Я закрывал глаза, смотрел на здание и размышлял над Писанием. Я закрывал глаза и продолжал это делать. И вот однажды я посмотрел на здание, посмотрел на текст Писания и увидел окна. Я увидел сияние, красные и оранжевые стекла. Это были вертикальные окна, я стал считать их и перешел к крыше. До самого верха там были ярусы с окнами до самого шпиля. Там была лампа и небольшое сооружение, которое надо было убрать, когда здание будет нашим. Я стал ходить по зданию. В те времена на окнах были фрамуги, которые поднимались. Потом я увидел, как открывают дверь. «О, я уже видел себя среди этих образов. Вот что я сделал. Я носил эти образы в себе и ждал, когда Дух Божий покажет мне, что надо делать, потому что теперь ничего не могло быть удержано». У нас было собрание в пятницу, и Господь сказал мне, «Не останавливай служение. Пусть они продолжают петь, воздавать хвалу, а ты иди туда к ним». У них тоже было собрание. Там был дьякон и пастор, его фамилия была Андерсон. Это была Баптистская церковь. Мы зашли в эту Баптистскую церковь, и вот я, 24-летний афроамериканец, захожу на их собрание, и Господь сказал мне, «Скажи им это и больше ничего». Я сказал, «Господь проговорил мне, настало время Его детям переехать из квартиры в их собственный дом». Это и все, что я сказал. Они посмотрели на меня, я посмотрел на них, они сказали, «Сейчас, минутку». Они устроили небольшой перерыв. Потом пришли и говорят, «Как насчет того, чтобы переехать на День Благодарения?» Я подумал, «А что насчет денег?» Но вам надо понимать, как только вы получили видение, ничто не сможет удержать его исполнение. Как решилась ситуация с деньгами? Они сами предложили финансовый план. По 2000 долларов в месяц. Я сказал, что мы выкупим это здание, и мы выкупили его. Если люди что-то выстроили в воображении, ничто не будет удержано от них. Так оно и произошло. То же было и с Гольфстримом. Мы летали на 421-й Сесне, с пропеллерами по сторонам, так что у меня был самолет, но летал он очень медленно. Двухчасовой перелет занимал у нас 4,5 часа. Поэтому я прилетал домой в час-два ночи. А в этот день у нас было 4 служения. Мне надо было быть в церкви в 6, потому что первое служение начиналось в 6.30, в 7. В 6.30, так ведь? Я проводил 4 служения. Потом снова летел 4-5 часов. Я сказал, «Господь, мне нужен более скоростной самолет». Я сделал то же самое, и это сработало. Нам нужен был Гольфстрим, самолет для полетов через океан. Через океан я летал коммерческими рейсами. Когда выходишь с такого рейса, то не помнишь, где ты и кто ты. Я сказал, «Господь, как же это произойдет? Как это может произойти? Он сказал, «Что ты сделал по поводу церкви? То же сделай и по поводу самолета. Задействуй свое воображение. Задействуй свое воображение». И результат пришел. Дамы и господа, я заверяю вас, дни вашего безденежья навсегда остались позади. Вы не поняли, что я сказал. Если вы не видите себя безденежным в своем воображении, то и в физическом мире не будете таким. Если вы будете постоянно размышлять о преуспевании, то и видеть будете только его. Будете видеть преуспевание здесь, будете видеть его и там. Будете видеть собственность здесь, будете видеть ее и там. Если будете видеть успех здесь, будете видеть его и там. Бог хочет, чтобы нарисовали образ. Кто присоединится ко мне, станет духовным архитектором и начнет рисовать образ. Бог сказал, «Сделай свой путь успешным». «Сделай свой путь успешным». Иисус уже сделал все, что надо было сделать. Нам надо просто вложить это в свое воображение. Воображение. Вложите в него и увидите. «Каким будет результат в вашей жизни?» Вам незачем жить всю оставшуюся жизнь так, как вы жили. Все может измениться сегодня.